Что связывало основоположника русского литературного языка и первого русского художника, о котором вовсю заговорили в Европе? Они оба родились в 1799 году и оба воспитывались в закрытых учебных заведениях. Для обоих стал знаменателен 1813 год. Молодой Пушкин опубликовал свои первые стихотворения в Вестнике Европы. Брюлов же получил первую награду за рисунок с натуры, а их заочное знакомство началось с этой картины. В бывшем доме Талли на Невском проспекте в 1821 году на выставке Общества поощрения художников экспонировалась картина Брюлова «Итальянское утро» в подарок супруге Николая I. Наслышанный о первоклассном таланте живописца, Пушкин поспешил увидеть картину вживую. Он долго всматривался в полотно, а затем усмехнулся и сказал. Поэт, признаться, был восхищен Брюловым, а потому был одним из первых, кто увидел картину «Последний день пантеи», прибывший в Петербург на корабле «Царь Петр» в 1834 году. Вдохновленный, он даже написал на листке бумаги такие строки. «Земля волнуется, шатнувшихся колонку миры падают народ, гонимый страхом под каменным дождем, под воспаленным прахом толпами стар и млад бежит из града вон». Под стихотворением Пушкин оставил рисунок с изображением нескольких центральных фигур картины. Александр Пушкин и Карл Брюлов познакомились всего за год до гибели поэта в Москве. Своей жене от живописца Александр Сергеевич писал так. «Я успел уже посетить Брюлова. Он хандрит, боится русского холода и прочего, жаждет Италии, а Москвой очень недоволен». Уже в Петербурге они встречались не раз по этому адресу на Невском проспекте 6, здесь и жил художник. К слову, Пушкин страстно желал иметь портрет Натальи Гончаровой кистью Брюлова, однако получал отказ. Их последняя встреча была яркой и произошла 25 января 1837 года. Пушкин приехал в мастерскую к художнику и оказался настолько влюблен в его акварель «Съезд на бал» к австрийскому посланнику Смирне, что буквально упал перед Брюловым на колени, желая ее забрать. Художник на уговоры не поддался. Работа уже была обещана княгине Салтыковой, а забавный эпизод позже изобразил Илья Репин. Потрясенные неожиданные гибели поэта, Брюлов в память о нем пишет картины на сюжеты выдающихся произведений «Бахчисарайский фонтан» и «Прощание». Иллюстрацию к незаконченному роману о раб Петра Великого. Пишут, что всего за несколько дней в дуэли Брюлов пообещал написать портрет Пушкина, но не успел. Уже после он сделал эскиз памятника «Поэт с лирой в руках среди величественной природы».